Всем привет, с вами Миг Декстер, и я хочу в этом влоге рассказать, даже это, наверное, будет для влога, как оценивающая такая фигня, что-то типа, плюсы и минусы, и вот, зимой 2016 года, потому что меня за эту зиму просто напекло, скажем так, но давайте начнём. Плюсы, я думаю, что, ну, во-первых, Новый Год, на Огонь и Влог, у меня всё хорошо прошло, потом у меня отличный подарок был на Новый Год, как я считаю, просто для меня это, я не знаю, как вам это объяснить, для меня мой подарок, ну, кто бы сняли вас, то, что я хотел мне подарить, гениально просто, это, наверное, первый плюс. Второй плюс, второй плюс, наверное, в том, что я, ну, в принципе, это было бы логично, потому что я встретился с Фидуаном, потому что он, как бы, мой лучший друг, и я с ним уже не виделся около двух лет, поэтому я только зимой с ним встретился, и говорил там, когда разговаривал по скайпу, и поэтому с ним встретился, так что вот, третий плюс. Я даже не знаю, что, какой есть третий плюс, и если вот так мне порыться в декабре, январе, феврале, я даже не знаю, порыться, как это можно назвать так, порыться, порыться в мозгах. А, ну я ещё не забыл, у меня же 250 подписчиков, вот, это третий плюс, но я не считаю это прям как празднование, хотя у меня очень медленно всё это поднимается, скажем так, наверх, у меня подписчиков пока 260, и всё, отстопануло, и мне это капец не нравится. Четвёртый плюс, как я считаю, это то, что я, я сделал новый канал, вот, который связан с музыкой, которую пишу я, который, с которой, мой новый канал, вот, Dixival, или Dixival, я, честно говоря, сам не знаю, как произносится мой никмен, и да, это полнейший диблизм, не знать, как произносится своё же имя, скажем так уж. Я создал новый канал, который будет связан с музыкой, которую я пишу. Пока что я там выложу только одно видео, скажем так, обновлённый превью моего нового альбома, он уже не новый, он 2015 года вышел, моего альбома, и всё. И дальше я буду уже выкладывать просто как плейлистом, ну, точнее, там будет первое видео, это первое трек, второе видео, это второй трек, и так далее, и так далее. И я это буду выкладывать всё постепенно, и пока у меня там один подписчик, да, в принципе, хорошо, один подписчик это я. Да, так что, ну как, просто, мегадекстер, скажем так, вот, связался на Dixival, вот и всё. Вот, поэтому для меня это плюс, потому что я сейчас уже, получается, и на ютубе теперь продвигаю, и ещё там на одном сайте, а, я не думаю, что все его знают, но он называется Bandcamp, потому что ты выкладываешь свою музыку, альбом там, или синг, как просто один трек, или там, как трек, трек или ремикс, по-другому, ну, это не важно, просто там выкладываешь музыку. Пока что там никакой активности практически нету, и на ютубе тоже, потому что там пока вообще, просто там 7 просмотров, а мой просмотр и ещё 6 человек, ну, в принципе, это довольно-таки хорошо, но из этих 6 человек никто не подписался, нет, 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 ну, лайк, ну, бывает. Во-первых, потому что я, как бы, этот, альбом не суперкрутой, музыка, когда там, там, это самый первый трек, это просто, не знаю, минусы. Минусы в том, что это зима, вот я просто ненавижу зиму, может быть, это потому что я родился, как, практически в середине лета, поэтому я просто зиму не очень люблю. Мне нравится только, наверное, то, что когда погода зимой, у него такая бушущая, там, ветер, ветер, снегопад, везде сугробы или просто грязь, там, слякоть, как сейчас, ну, потому что, как бы, переход от февраля к марту, поэтому сейчас грязь и вот эта всякая фигня, и меня это просто бесит. И первый минус, это за то, что грязь, грёбанная грязь, ещё лучше, но это, наверное, объединяется всё в один минус, вот это всё дерьмо. Потому что за эту зиму я упал капец, сколько раз, и это просто, это меня так просто напекло, бомбит, да, можно так называть, потому что, в принципе, сейчас с этим я согласен полностью, это просто, я не знаю. Второй, наверное, минус в том, что были гигантские сугробы снега, поэтому пришлось проходить, ну, это естественно, у нас каждую зиму так, и каждую зиму у нас, как, каждую зиму у нас, практически каждую зиму у нас вводит карантин, как и этой зимой, так что, ну, нет, это не считается, для меня минус, ну, то, что я не заболел, к счастью, наверное, ну, в принципе, мне как-то было пофиг, я бы, наверное, вряд ли заболел, я не знаю даже. Третий минус, потому что, наверное, вы, наверное, у всех у вас на физкультуре лыжи, я их так ненавижу, потому что, для меня это какой-то полный капец, это как-то перебираться сквозь снег, и для меня это капец неудобно, потому что надо очень много одежды покупать эти лыжи, ну, как, мне это зимой повезло, потому что, ну, не то, чтобы повезло, я просто не покупаю лыжи, ни палки, ни лыжи, потому что мне лень, либо, нет, даже не то, чтобы лень, а потому что в школе есть, В школе есть, вот и всё. Беру школьную и всё, нормально. Ничего не знаю. Четвёртый минус. Ну, как раз заключается в самом моём канале. В том, что я очень медленно как-то развиваюсь, скажем так. У меня за зиму только 20 подпис... Я даже не знаю, нет. Нет, за эту зиму около 30 подписчиков. Плюс 30. Ладно, тогда это надо как-то выключать. Это не считается четвёртым минусом. Хотя нет, четвёртым минусом будет в том, что... Да, на каждом моём видео практически в 4 раза меньше, чем у меня подписчиков. И мне это не нравится. Я не знаю, как это исправлять. Ну, конечно, наверное, снимать там новые игры. Потому что... Потому что, как бы, я же снимал с Галендаря, сколько там? 17 тысяч. Бавукан 10 тысяч. Это просто золотое время. Золотой бег. Поэтому, наверное, надо снимать новые игры. Я, правда... Чёрт. Я, правда, не знаю, какие. Хотя, там же появляются, как бы, и... Я заметил, что практически все летсплееры... У них есть такой сезон, когда они снимают одну и ту же игру. И я сейчас не только про русских. Я говорю про всех. Потому что я смотрю не только русских летсплееров. А чё там летсплееров? Хоть просто русских ютуберов, нерусских ютуберов. А, там, англичане, американцы. Ну, тупо их, практически. Снимают практически одну и ту же игру. В один сезон. И такое ощущение, что кто-то один начинает. И они такие, опа. Вау, крутая игра. Я буду снимать. Я не понимаю этого. Но, конечно, там же выйдет анчарта четвертый. Но я, правда, не уверен, что я буду его снимать. Потому что у меня нет сейчас PlayStation 4. Хотя, может быть, конечно, он появится. Если он появится, я вот точно буду снимать анчарта четвертый. Это бесспорно. Но, блин, анчарта третий. Вот. Это плохо. Я анчарта третий не прошёл. Получится так, что я буду снимать анчарта четвертый. Не знаю сюжетной линии анчарта третьего. Точнее, ну, вы не будете её знать. Хотя, может быть, вы будете там посмотрите прохождение. Анчарта второй. Анчарта четвертый. Супер. Чётные числа. Что это за любовь к чётным числам? Первый не прошёл. Третий не прошёл. А, нет, точно. Там же можно на PlayStation 4 купить коллекцию дрейфи. То есть, там будет, как, скажем так, апдейт первых трёх частей. Потому что там, не знаю, наверное, улучшили графику. Там баги пофиксили. Какие-то там заполнения. Нет, в этом не видно. Поряд ли там будет какой-то новый там DLC. Я в этом точно не уверен. Да, чё-то я ушёл вообще от темы того, что я про минусы рассказывал этой зимы. Ладно, это получается у нас... У меня был четвёртый минус. Пятый минус. Хотя, я думаю, на этом всё. Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Смотрите мои видео. С вами был Мегадекстер. Всем удачи и всем пока.